Вашему вниманию представляется курс «Система менеджмента пищевой безопасности». Курс предназначен для руководителей высшего и среднего звена специалистов предприятий пищевой промышленности. Курс предусматривает получение знания о требованиях к безопасности пищевых продуктов, о новшествах в законодательной базе и нормативных национальных и международных документах в пищевом секторе. Материалы данного курса – лекции, тренинги, публикации, тест – доступны на учебном портале MySystems. Задачи ХАСП Анализ опасных факторов и критические контрольные точки На английском языке – ХАСП – это предупредительная система для обеспечения безопасности пищевых продуктов. Она основывается на разумном применении технических и научных принципов ко всей цепи производства пищевых продуктов. От поля, фермы, к столу. Принципы ХАСП можно применять на всех этапах пищевого производства, включая основные методы земледелия, подготовки, обработки, изготовления пищевых продуктов, услуг, связанных с пищевыми продуктами, системы распределения пищевых продуктов, обращения и использования продуктов потребителям. Аббревиатура ХАСП стала символом безопасности пищевых продуктов во всем мире. Целью ХАСП является идентификация опасных для потребителей факторов, которые могут возникнуть на всей производственной цепочке, и установление контроля в цели гарантирования безопасности продукта для потребителя. ХАСП основывается на инженерной системе, известной как «Анализ видов и последствий отказов» – FMEA, которая представляет собой технологию анализа возможности возникновения дефектов и их влияния на потребителя. FMEA – анализ проводится для разрабатываемой продукции и процессов ее изготовления с целью снижения риска потребителя от потенциальных дефектов. В этой системе наблюдают за каждым этапом процесса, рассматривают потенциальные неудачи и причины их возникновения и устанавливают механизмы контроля. Система ХАСП является инструментом управления, который обеспечивает средства для создания эффективной программы контроля опасных факторов. Она основывается на зарегистрированных данных о причинах заболеваний, вызванных пищевыми продуктами. Это логичная и понятная система, которая учитывает все ингредиенты и материалы, входящие в состав продукта, процесс изготовления и дальнейшее использование продукта. ХАСП – это непрерывная система, потому что потенциально опасные факторы анализируют и идентифицируют да и во время их возникновения, а корректирующие действия выполняются немедленно. Это комплексный план, который охватывает все операции, процессы и контрольные мероприятия, направленные на предотвращение этих опасностей, тем самым уменьшая риск заболеваний, вызванных пищевыми продуктами. Система ХАСП связана со всеми аспектами производства пищевого продукта. Согласно определению продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций, она система ХАСП, признанный во всем мире систематический и предохранительный подход, определяющий биологические, химические и физические опасности путем предвидения и предотвращения на основе испытания конечного продукта. Основная базовая концепция ХАСП – предотвращение лучше, чем инспекции. Производители, дистрибьюторы и потребители пищевых продуктов должны обладать достаточной информацией о пищевых продуктах и инструкциями относительно их использования, чтобы иметь возможность определить, где и как проблемы опасности продуктов может проявиться. Если где и как известны, то легко осуществить предотвращение, а инспектирование и испытание конечного продукта становится излишним. План ХАСП или план управления безопасностью пищевых продуктов контролирует все факторы, влияющие на ингредиенты, продукт и процесс его изготовления. Определение, где и как является частью анализа опасных факторов ХАСП, контроль технологического процесса и условий, приводящих к появлению опасных факторов, содержит элемент, который называется критической точкой контроля, КТК. Исходя из основной базовой концепции, ХАСП – это простое методическое и системное применение соответствующей науке и технологии в планировании, контроле и документировании безопасного производства пищевой продукции. Система ХАСП охватывает все типы потенциальных рисков для безопасности пищевых продуктов – биологических, химических или физических, появление которых возможно в продовольствии из окружающей среды или вследствие ошибки в пищевом производстве. Потребители прежде всего боятся химических опасных факторов. Физически опасные факторы легче идентифицируются, но биологические опасности с точки зрения охраны здоровья являются самыми серьезными. Следует заметить, что ХАСП не является системой с нулевым риском. Она разработана для минимизации риска от потенциально опасных факторов в пищевых продуктах. Кроме того, система ХАСП совместима с другими системами управления качеством. Это означает, что безопасность, качество и производительность могут быть результатом большего доверия среди потребителей, привести к большей прибыли в промышленности и улучшить отношения среди всех, кто имеет общую цель – обеспечение безопасности и качества продукции. Конечным результатом будет лучшее здоровье потребителей и крепкая национальная экономика. Растущее восприятие системы ХАСП во всем мире промышленностью, правительствами и потребителями, наряду с ее совместимостью с существующими системами и управления качеством, предусматривает, что она станет универсальным инструментом для гарантии безопасности продовольствия. Концепция ХАСП. Система ХАСП для управления аспектами безопасности пищевых продуктов берет начало из двух весомых научных достижений. Первое крупное достижение, которое внесло вклад в создание системы ХАСП, связанное с именем Деминга. Его теории управления качеством широко признаны как главный фактор в решении вопросов, связанных с качеством японских продуктов в 50-х годах. Доктор Деминг и другие разработали системы комплексного управления качеством, ТКЮМ, в которых акцент сделан на комплексном системном подходе к производству, что может улучшить качество по снижению затрат. Вторым весомым научным достижением была разработка непосредственно концепции ХАСП. Концепция ХАСП впервые представлена в 60-х годах Пелсбургской компанией, лабораторией армии США и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США, НАСА, как совместная разработка производства безопасных пищевых продуктов для космической программы США. НАСА имела две принципиальные проблемы с безопасностью пищевых продуктов для космонавтов. Первая касалась возможных проблем поведения частиц пищи в космическом аппарате в условиях отсутствия гравитации. Вторая проблема – защита пищевых продуктов от всех патогенов и биологических токсинов. Заболевания, вызванные продуктами питания, например, пищевое отравление стафилококками, были бы катастрофическими в условиях космического полета. Первая проблема – появление пищевых крошек в условиях невесомости, решалась разработкой продуктов на один глоток, то есть размерами на один окус, и использованием специально разработанного покрытия для скрепления пищевого продукта. Кроме того, использовались специализированные типы упаковки для минимизации влияния окружающей среды на пищевые продукты в течение хранения, приготовления и потребления. Вторая проблема – микробиологическая безопасность, решалась труднее. Отбор проб конечного продукта для установки микробиологической безопасности каждой партии космической пищи, оказался непрактичным, если невозможным. Нужен был альтернативный подход, чтобы получить гарантии безопасности пищевых продуктов, как того требовала НАСЯ для пищевых продуктов космической программы. Принципы ХАСП. Концепция видов и последствий отказов. ФМИА, разработанная лабораторией армии США, была принята для производства пищевых продуктов. Сбор сведений о пищевом продукте и о процессе его изготовления, давал возможность предположить, что могло нанести вред, опасность, и как это может происходить в технологическом процессе. Основываясь на таком анализе опасностей, связанных с конкретным продуктом и процессом, можно было выбрать точки, в которых выполнялись измерения или наблюдения, подтверждающие, что технологический процесс должным образом контролируется. Эти точки в технологическом процессе получили название «критические точки контроля» КТК. На основе вышесказанного, ввели и приняли концепцию ХАСП как систему, которая может обеспечивать лучшую безопасность и снижение зависимости от инспектирования и испытания конечных продуктов. Система ХАСП делает упор на контроле процесса на более ранней стадии в технологической схеме изготовления продукта, применяя контроль оператора и методы непрерывного мониторинга в критических точках контроля. Впервые концепция ХАСП была обнародована конференции по защите пищевых продуктов в 1971 году. От этой даты и началось внедрение концепции в пищевую промышленность. Изначально система ХАСП состояла из трех принципов – идентификация и оценка опасностей, связанных с полным процессом производства от вскармливания, уборки урожая, до размещения на рынке, определения критических точек контроля, чтобы противостоять любой идентифицированной опасности – установке систем мониторинга в критических точках контроля. Принятие ХАСП В 1973 году пелсбургская компания опубликовала документ «Пищевая безопасность» через систематический анализ опасных факторов и критические точки контроля, в котором впервые детализировалась техника ХАСП. Позже использование принципов ХАСП в регламентах по регулированию низкой кислотности консервированных пищевых продуктов было провозглашено Управлением по пищевым продуктам и лекарственным средствам США, а Департамент сельского хозяйства США включил ХАСП в инспекции мяса и домашней птицы. В начале 80-х годов подход ХАСП был принят другими ведущими компаниями в пищевом секторе. В 1985 году Национальная академия наук США рекомендовала, чтобы подход ХАСП был принят на перерабатывающих предприятиях в пищевом секторе для гарантирования безопасности пищевых продуктов. Несколько позже многочисленные профессиональные объединения, включая, например, Всемирную организацию здравоохранения, Международная комиссия по микробиологическим требованиям к пищевым продуктам и Международную ассоциацию молока, пищевой санитарии и оздоровления окружающей среды, рекомендовали широкое применение ХАСП для целей страхования пищевых продуктов. Принципы гигиены пищевых продуктов Применение системы ХАСП на любом пищевом предприятии невозможно без внедрения и соблюдения процедур, обеспечивающих выполнение общих принципов гигиены пищевых продуктов. Общие принципы гигиены пищевых продуктов устанавливаются Международной организацией комиссии Кодекс Алиментариус. Эта комиссия, созданная в 1961-1962 годах конференцией ФАА и Всемирной ассамблеей здравоохранения, внедряет совместную ФАААА-программу стандартов на пищевые продукты. Целью программы является защита здоровья потребителей и обеспечение справедливых методов в торговле пищевыми продуктами. Кодекс Алиментариус по латыни означает законодательство о пищевых продуктах или свод норм и правил о пищевых продуктах. Это международные стандарты на пищевые продукты. Кроме стандартов на все основные виды пищевых продуктов, обработанных, полуобработанных или сырых, предназначенных для поставки потребителю, Кодекс Алиментариус содержит рекомендованные международные правила для пищевых продуктов, которых должно придерживаться международное сообщество для защиты здоровья потребителей и обеспечения одинаковых международных торговых методов, руководства и другие рекомендательные документы, предназначенные помочь в разработке и установлении требований к пищевым продуктам. Общие принципы гигиены пищевых продуктов установлены в стандарте Кодекс Алиментариус или Рекомендованный Международный Кодекс Общих Принципов Гигиены Пищевых Продуктов, принятом в 1969 году. Этот документ отслеживает всю цепочку производства пищевых продуктов от первичного производства, выращивания, до конечного потребителя, устанавливая необходимые гигиенические условия для производства безопасного и допустимого для потребления продукта. Он является основой для других, более конкретных кодексов гигиенической практики, которые применяются для производства определенных видов пищевых продуктов. Признавая важность ХАСП для контроля пищевых продуктов, 20-я сессия Комиссии Кодекса Алиментариус, состоявшаяся в Женеве, Швейцария, в 1993 году, приняла руководство по применению системы ХАСП. Было также проинформировано, что новая редакция Кодекса Общих Принципов Гигиены Пищевых Продуктов содержит подход ХАСП. Пересмотр рекомендованного Международного Кодекса Общих Принципов Гигиены Пищевых Продуктов был принят комиссией Кодекса Алиментариус на 22-й сессии в 1997 году. Документ системы анализ за опасных факторов и критические точки контроля ХАСП и рекомендации по ее применению включен как приложение к этому стандарту. Пересмотрены общие принципы закладывают прочный фундамент обеспечения пищевой гигиены. Они отслеживают всю цепочку производства пищевых продуктов, от первичного производства до потребителя. Выдвигая на первый план ключевые принципы гигиенического контроля на каждой стадии рекомендуя подход ХАСП во всех возможных случаях для обеспечения безопасности и пригодности пищевых продуктов для потребления человеком, а также для международной торговли. Меры контроля, которые представлены в общих принципах, признаны на международном уровне как существенные условия для обеспечения безопасности и пригодности для потребления пищевых продуктов. Общие принципы гигиены пищевых продуктов рекомендованы правительством, предприятиям промышленности, включая индивидуальных производителей первичного производства, перерабатывающих предприятий пищевых продуктов, операторам в сфере услуг по пищевым продуктам и розничных торговцев, а также потребителям. Применение системы ХАСП Система ХАСП – это инструмент управления, который обеспечивает более структурированный и научный подход к контролю идентифицированных опасных факторов, чем подход через традиционную инспекцию и процедуры контроля качества конечного продукта. В случае использования системы ХАСП контроль переходит от испытания единичного конечного продукта, случайной выборки продуктов, то есть тестирования наличия отклонений, в сферу разработки и изготовления конкретного продукта, то есть предотвращения отклонений. Эта система использует подход контроля критических точек в обращении с пищевыми продуктами для предупреждения проблем безопасности пищевых продуктов. В ней идентифицируются конкретные опасности и устанавливаются меры их контроля для гарантирования безопасности пищевых продуктов. Система ХАСП дает уверенность в том, что на предприятии управления безопасностью пищевых продуктов проходят эффективно. План ХАСП поддерживает безопасность пищевых продуктов, так как потенциальные опасные факторы, которые могут возникать при производстве, ожидаются, оцениваются и контролируются. Система ХАСП уменьшает потенциальные риски для здоровья потребителей от болезней, вызванных пищевыми продуктами, идентифицируя, предотвращая и корректируя проблемы по всей пищевой цепи от первичного производства до конечного потребителя. Наряду с повышением безопасности пищевых продуктов другие выгоды от применения системы ХАСП включают эффективное использование ресурсов, сбережение для пищевой промышленности и оперативное реагирование на проблемы, связанные с безопасностью пищевых продуктов. Система ХАСП усиливает ответственность и степень контроля на уровне всей пищевой промышленности. Надлежащим образом внедренная система ХАСП ведет к лучшему пониманию и гарантированию всеми участниками пищевого сектора безопасности пищевых продуктов, тем самым давая новую мотивацию в их работе. Польза системы ХАСП Польза от внедрения системы ХАСП для производителей Производство более безопасной продукции, что снижает деловой риск и повышает удовлетворенность потребителя. Улучшенная репутация и защита торговой марки Согласованность с законодательством Персонал имеет четкое представление о требованиях к безопасности пищевых продуктов и методов их исполнения. Демонстрирует обязательства, доказательства, предприятия по безопасности продукции, которые могут быть использованы в судебных тяжбах и признаны страховыми компаниями. Лучшая организация персонала и использование рабочего времени Эффективность затрат Уменьшение убытков в перспективе Меньше вероятность получить жалобы от потребителей и их доверие Возможность увеличить доступ на рынки сбыта Польза от внедрения системы ХАСП для потребителей Меньший риск болезней, вызванных пищевыми продуктами Улучшение качества жизни Большое доверие к пищевым продуктам Польза от внедрения системы ХАСП для правительств Облегчение инспекции и эффективный контроль пищевых продуктов Улучшение здравоохранения и уменьшение расходов на здравоохранение Облегчение международной торговли Внедрение ХАСП Внедрение ХАСП не означает полного пересмотра процедур Обеспечения качества или надлежащей производственной практики Уже установленных на предприятии Однако она требует пересмотра этих процедур Как части системного подхода и их надлежащего интегрирования в план ХАСП Система ХАСП способна гибко реагировать на изменения Связанные, например, с совершенствованием конструкции оборудования Изменением в способах обработки Технологическими разработками и научно-техническим прогрессом Хотя применение ХАСП является возможным во всех секторах пищевой промышленности И участках цепи производства пищевых продуктов Безусловной предпосылкой применения системы ХАСП является то Что все эти секторы должны функционировать В соответствии с надлежащей производственной практикой И общих принципов гигиены пищевых продуктов Способность определенного сегмента или сектора промышленности Внедрять или поддерживать систему ХАСП Зависит от того, насколько они придерживаются этой практики Эффективное применение ХАСП требует Привлечения к этой деятельности руководства и персонала предприятия Оно требует многоотраслевого подхода Который должен включать, при необходимости, основательные знания по агрономии Ветеринарной санитарии, микробиологии здравоохранения, технологии пищевых продуктов Охраны окружающей среды, химии, машиностроения и тому подобное В зависимости от конкретной ситуации Применение системы ХАСП является совместимым с внедрением систем комплексного управления качеством Например, по стандартам ISO серии 9000 Основные положения стандартов ISO серии 9000 фокусируются на потребностях, ожиданиях и удовлетворении потребителей Система качества, в основу которой заложены принципы ХАСП Ориентированные на управление факторами, которые влияют или могут повлиять на безопасность продукции Поэтому и возможна взаимная интеграция системы управления качеством и системы управления безопасностью продукции В том числе и на основе ХАСП Ведь одно из важнейших ожиданий потребителя – иметь безопасные продукты питания ХАСП и международная торговля Заключительный акт уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров Который начался в Уругвайе в сентябре 1986 года и завершился в Марокко в апреле 1994 года Основал Всемирную торговую организацию ВТО, которая приняла функции Генерального соглашения по тарифам и торговле Переговоры в рамках уругвайского раунда стали началом обсуждения вопросов либерализации торговли продуктами сельского хозяйства Сферы, которые не касались на предыдущих раундах переговоров Важные последствия для комиссии Кодекс Алиментариус дали заключительный акт уругвайского раунда Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер Соглашение СФС и соглашение о технических барьерах в торговле Соглашение ТБТ Целью соглашения СФС является обеспечение того, чтобы меры, которые устанавливаются правительствами для защиты жизни и здоровья людей, животных и растений в секторе сельского хозяйства были согласованы с обязательствами, принимаемыми для запрета своевольной и необоснованной дискриминации в торговле между странами, в которых преобладают одинаковые условия, и не представляли скрытых ограничений международной торговли Соглашение СФС является особенно уместным с точки зрения безопасности пищевых продуктов, обеспечивая структурную основу для формулирования и гармонизации санитарных и фитосанитарных мер Оно требует, чтобы такие меры основывались на научных данных и внедрялись прозрачно Их нельзя использовать как барьеры в торговле через дискриминационное отношение к зарубежным поставщикам или для обеспечения преимущества для отечественных производителей С целью содействия производству безопасных пищевых продуктов для национального и международного рынков соглашение СФС призывает правительство гармонизировать свои национальные регламенты или формировать их на основе международных стандартов, руководств и рекомендаций, которые разрабатывают международные органы стандартизации Соглашение ТБТ Цель соглашения ТБТ заключается в предотвращении использованию национальных или региональных требований или стандартов, как необоснованных технических барьеров в торговле Соглашение охватывает все виды стандартов, включая требования к качеству пищевых продуктов, кроме требований, связанных с санитарными и фитосанитарными нормами, и включает многочисленные мероприятия, предназначенные для защиты потребителя от фальсификации и экономического мошенничества Соглашение ТБТ также подчеркивает важность международных стандартов Члены обязаны использовать международные стандарты или их отдельные части, кроме случаев, когда международный стандарт может быть неэффективным или неподходящим на национальном уровне В этих условиях стандарты, руководство и другие рекомендации Кодекс Алиментариус стали определенным базисом для производства безопасных пищевых продуктов и защиты потребителей по соглашению с ФС Они приобретают беспрецедентную важность с точки зрения защиты потребителей и международной торговли пищевыми продуктами В результате этого работа Комиссии Кодекс Алиментариус, включая указания по применению системы ХАСП, становится основой для международных требований относительно безопасности пищевых продуктов В этом свете особенно важно однозначно придерживаться установок Кодекса Алиментариус по применению системы ХАСП Иначе могут возникать конфликты, связанные с безопасностью пищевых продуктов Применение ХАСП как государственной политики требует определения роли правительства при внедрении процесса ХАСП Страны-экспортеры пищевых продуктов могут требовать у правительств дополнительных ресурсов для развития своей пищевой промышленности для выполнения требований ХАСП Соответствующие шаги следует предпринять для упрощения торговли пищевыми продуктами, например, оценка безопасности пищевых продуктов, подготовку персонала, передачу технологии укрепления национальной системы контроля пищевых продуктов Применение принципов Пищевая промышленность и уполномоченные органы в сфере контроля пищевых продуктов во всем мире проявили интерес к внедрению системы ХАСП Единое понимание терминологии и подходов по применению ХАСП в значительной степени способствует ее принятию и ведет к гармонизации подхода отношений безопасности пищевых продуктов между странами во всем мире Многие страны уже интегрировали или находятся в процессе интегрирования системы ХАСП в своих регламентных механизмах В результате этого возникает огромная потребность в подготовке кадров для системы ХАСП Разработки методических материалов в поддержку этой подготовки Руководство по применению общих принципов пищевой гигиены кодекс Алиментариус и системы ХАСП разрабатывают многие организации В частности подход к этой проблеме включает Содействие внедрению системы ХАСП на основе гармонизированных общих принципов гигиены пищевых продуктов и надлежащей производственной практике Разработка программы подготовки инструкторов по ХАСП, способных обучать других Установление и обеспечение надлежащих учебно-методических материалов по применению ХАСП Обеспечение подготовки отдельных лиц, в разной степени вовлеченных в разработку, мониторинга, управления и проверки планов ХАСП Повышение роли науки в анализе и оценке рисков для разработки системы ХАСП Создание структурной основы для определения эквивалентности программ контроля безопасности пищевых продуктов путем гармонизированного подхода к применению ХАСП Во многих странах мира существуют государственные концепции внедрения систем управления безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАСП Программы подготовки специалистов для них и реальные механизмы реализации этих мероприятий Благодарим за внимание Благодарим за внимание